Хорошо весенним майским днём пригожим посидеть на лавке на природе и почитать хорошую интересную книжку. Особенно после того, как начитаешься комментариев под своими песнями. Вот сейчас я читаю Люка де Вовенарга, его размышления и максимы. Это французский публицист, мыслитель, ну с натяжкой можно сказать, мыслитель, но тем не менее, такой моралист. Который здесь высказывает свои мысли по поводу всяких его интересных вещей. Вот о разуме вообще, о воображении, размышлении и памяти, о плодовитости, о саморазительности, о проницательности, о рассудительности и ясности и способности к здравому суждению. И вот очень интересно, я нашёл его заметку о том, как проявляет себя зависть. Я зачитаю вам дословно. Раздувает недостатки, возводит в преступление незначительную ошибку. Язык её полон желчи при увеличении оскорбительных слов. Она с тупой яростью накидывается на самое неоспоримое достоинство. Она слепа, неуёмна, безумна и груба. Вот так вот 200 лет назад человек заметил, как проявляет себя зависть. Ничего вам не напоминает? Вот читаю Люка Двовынарга, а почему-то перед глазами стоят комментарии многих наших неравнодушных почитателей. Наши пороки так живучи, время не старит их никак. Наоборот, сильнее и лучше только их делает в веках. К примеру, в веке 21-м им даже повольготнее здесь. Такой простор и такой сервис предоставляет им прогресс. Особенный размах для действий предоставляет интернет. Хамить здесь можно без последствий. Здесь анонимности расцвет. А в интернете популярность приобретает инстаграм. К примеру, мне хамят здесь лучше, чем даже в первых соцсетях. Здесь изгаляются почище, чем много-много лет назад. Спеси и зависти глазищи со всех сторон на вас глядят. Так что прогресс шагнул далеко из 18-х веков. И вавенарг, ну, люк который, позором был бы заклеймён. За свои мысли гуманиста, за размышления чудака. Сейчас не в моде моралисты. Сейчас другие времена. Мужики, держитесь там. Рок-н-ролл всегда с нами. Рок-н-ролл Продолжение следует...